Не знаете, чем занять ребенка в выходные? Приходите к нам! Каждую субботу и воскресенье в ресторанах Гёдзе для ваших детей. Веселые аниматоры, кулинарные уроки, конкурсы и море сюрпризов. Справки по телефону 246-4-246. Здравствуйте! В эфире программа «Умелые ручки» с вами я, Игуль Гизатулина. Съемки ведутся в ресторане Гёдзе на улице Свердлова, 90. Сегодня у нас в гостях младшая группа детского и юношеского центра «Салям». Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с ребятами будем заниматься с такими замечательными наборами раскраски. Для этого у нас есть сама картинка, есть такие замечательные яркие краски в тюбиках. То есть мы открываем тюбик, как мальчик у нас делает это, выдавливаем на рисуночек, не выходя за контуры, и затем кисточкой мы наносим по рисунку. Когда мы заканчиваем свой рисунок, нужно будет подождать 30 минут. Уберем лишнее, даже можно помочь салфеткой. Вот так, салфетку берем лишнее. У нас вот закрювик вышло где. Все. 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 Вероника, а что мы рисуем? Птичку. Птичку. А птичку у нас на кого похожа? На попугайчика больше? Да. Попугайчик. А где живут попугаи, ты знаешь? Да. А где они живут? В клетке. В клетке. В клетке они живут, если они живут дома, да? А на природе они живут в жарких странах. А у тебя дома есть попугайчик? Нету. А хочешь завести? Да. А ты картинку кому подаришь? Маме. Маме подаришь? И еще папе. И папе. Красивая картинка у тебя получается. Молодец, Вероника. А мы тоже поваром. Да. Вот вы маленькие поварята, а это шеф-повар. И зовут его, ребята, Владислав. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Воспитание детей очень сложный процесс. И каждый из родителей знает, чтобы воспитать умного, здорового, счастливого ребенка, нужно приложить максимум усилий. Сейчас наша рубрика «Родители-почемучек». Как воспитать в ребенке оптимизм? На своем примере могу сказать, что, во-первых, ребенка не стоит ругать, объяснять правильно все, с улыбкой. Поощрять все его начинания, например, каждое его выступление, каждую его работу, хвалить. Если даже не совсем хорошо получилось, приучать ребенке уверенность в себе, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Чтобы ребенок выросли оптимистом, необходимо положительное восприятие всего вокруг, общение с ребенком и, безусловно, заинтересованность во всех его начинаниях. Ну, самое главное, это показывать ребенку, что вы его любите, что он для нас самый ценный, самый близкий, самый родной человек. Поощрять в нем все его начинания и, наверное, обращать внимание на все прекрасное вокруг. Даже на то, где есть какой-то негатив, нужно во всем приучать ребенка видеть только позитив. Ну, для этого нужно всего лишь очень сильно любить своего ребенка обязательно. Вот у меня их двое, поэтому, когда родился второй ребенок, старшая начала говорить, вы меня, говорит, стали любить меньше. Поэтому нужно все время ребенку говорить, что мы их любим, да, и старшему, что маленький все равно понимает, что старший. И все начинания говорить, что все получится, что у тебя все будет хорошо, все будет прекрасно. Я думаю, что дождь идет, это зонтики, это сапоги, можно ходить, можно прыгать по лужам. Если это дождь, то нужно сказать, что можно... Дождь очень радуга. Да, 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 посмотри, какая, да, 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 что можно поесть мороженое, что если жарко. То есть в любом моменте нужно находить положительное. Это возможно. Наверное, нужно быть родителем, сначала быть оптимистами, и чтобы их дети тоже были оптимистами. Нужно, наверное, играть в хорошие, добрые игры, а поменьше ругать, а поменьше наказывать. И тогда побольше разговаривать, читать различных хороших книг наших, советских. И тогда, наверное, дети на примере своих родителей тоже будут хорошими оптимистами. Мы продолжаем наши съемки в ресторане «Примасоле» на улице Октябрьской революции, 78. И здесь собралось много детей, и они будут учиться вместе с шеф-поваром ресторана готовить роллы. Здравствуйте. Здрасте. Сложно ли научиться готовить роллы? Нет, в принципе, нет. Все могут. А какая начинка в роллы бывает? А какая-то разнообразная, в зависимости от вашего желания. Куда можно завернуть все, что угодно. А какие принципы, какие нюансы при готовке роллы? Ну, это... Что это самое главное? Самое главное – это рис. Надо правильно варить рис, и его миксовать. Ну, заправлять рис уксом. Укс, сахар, соль. То есть вот эти все пропорции, но они влияют на вкус. А для детей какая должна быть начинка? Выпустима ли там сырая рыба? Нет, конечно же, нет. У детей очень слабый организм, поэтому астрая рыба, она содержит бактерии. То есть, а сегодня у нас там что в начинке будет? У нас будет куриное филе вареное, ну и овощи, огурчики и болгарский перец. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Такие замечательные роллы мы сегодня научились готовить с нашими детьми. Наша программа подошла к концу. Смотрите нас каждый день на телеканале М-Телевизион или в любой точке мира на 3wmtelevision.ru А если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал участником программы, звоните по телефону, указанному на телеэкране. До встречи на следующей неделе. В нашей семье появился новый друг и помощник. Журнал «Дошкольная Уфа». Полезные советы по здоровью и развитию ребенка, новости дошкольного образования, детские странички. И всего 75 рублей по подписке. Подпишемся! Не знаете, чем занять ребенка в выходные? Приходите к нам! Каждую субботу и воскресенье в ресторанах «Гетзе» для ваших детей. Веселые аниматоры, кулинарные уроки, конкурсы и море сюрпризов. Справки по телефону 246-4-246. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok